Об освящении семьи. Несколько слов. Часто приходится слышать жесткие суждения благочестивых родителей о детях своих. Запросто выносят обвинительные приговоры. Обвиняют своих детей в служении дьяволу. Выглядит так, будто мать или отец и есть Бог, и они выносят приговор своему чаду. Всегда скухоживаюсь, когда слышу подобное. В таких случаях я говорю, не выносите приговор своему ребенку. Не отдавайте его в слуге дьяволу. Возможно, он проходит особое испытание. Ведь ваш ребенок от рождения был даром Бога вам и посвящен Богу вами. Вот как благочестивый Иов совершал отцовское священнодействие. Сыновья его сходили, сделая пиры каждый в своем доме в свой день. И посылали и приглашали трех сестер своих есть и пить с ними. А когда круг пиршественных дней совершался, Иов посылал за ними и освящал их. И вставая рано утром, возносил все сожжения по числу всех их. И одного тельца за грех о душах их. Ибо говорил Иов, может быть, сыновья мои согрешили и похулили Бога в сердце своем. Так делал Иов во все такие дни. Любите своих детей. Прощайте их за ошибки и падения, не ожидая и не требуя, чтобы они просили прощения. Как бы далеко не ушли дети ваши, любите их, молитесь о них. Благословляйте их. Ожидайте их. Желайте, чтобы они пришли к вам. Вот как Христос показывает образ любящего отца. И когда он, сын, был еще далек, увидел его, отец его, изжарился и побежал, пал ему на шею и целовал его. А отец сказал рабам своим, принесите лучшую одежду, оденьте его, дайте персель на руку его, обувь на ноги, приведите откормленную теленка. Закалите его, станем есть и пить и веселиться, ибо это сын мой. Был мертв и ожил, пропадал и нашелся. И начали веселиться. Ненависть возбуждает раздоры, но любовь покрывает все грехи. Больше всего имейте усердную любовь друг к другу, потому что любовь покрывает множество грехов.